Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня у нас еженедельный воскресный выпуск новостей «Сладкие новости». Я, значит, опять ездила на второй модуль обучения, мастерская новых медиа, вернулась 1 мая ночью. Мне очень понравилось, у нас тоже было очень много полезного. Нас учили, например, в технике речи. Я узнала одно классное упражнение, которое нужно делать дома каждый день, каждый вечер по 15 минут. Для того, чтобы развивать речь, я как бы не совсем пока развила речь, но я в процессе уже. Вообще, грамотная речь, она нужна всем и каждому, не обязательно только медиа-специалистам. Вообще, нам всем полезно правильно говорить. Так вот, что нужно делать? Нужно каждый день по 15 минут читать вслух незнакомую книгу. Любую, но желательно, конечно, классическую литературу. Это упражнение прекрасно развивает и словарный запас, и дикцию, и вообще она очень полезная. Вообще, читать, кстати, полезно. Не забываем про чтение. Аудиокниги прекрасные, их тоже люблю, но все-таки обычные, классические, привычные книги, их заменить ничем, к сожалению, нельзя. Я уже потихонечку начала внедрять этот способ в свою жизнь, он даже муж подсадил, да? Да. Нравится тебе? Да, нравится. Я только не разобрался с незнакомой книгой. Это получается, каждый раз новую книгу надо? Можно одну и ту же. Можно ту, которую читал, но забыл. Тоже нормально. Но это уже незнакомо. Почему? Ну, в одиннадцатом классе читал, сколько лет прошло. Ну, мы же с ней уже познакомились. Это другое. Это уже другое. Можно ту, которую не помнишь, главное, чтобы текст был незнакомым. Все понятно. Да, если вы тоже хотите развить свою речь, развить, развить свою речь и словарный запас, пользуйтесь этим упражнением, она очень классная. И теперь переходим к новостям. В супермаркетах появятся обязательные полки для российских товаров. Депутаты подготовили новый законопроект, который называется «О российской полке». Согласно этому документу, в магазинах должны появиться специальные отдельные стеллажи для товаров российского производства. Это как сейчас для молочки с заменителем молочного жира? Ну да, что-то типа того. Предполагается, что на этом стеллаже будет стоять российская косметика, бытовая химия и еще одежда. Следить за этим всем будет Минпромторг и Роспотребнадзор. И, кстати, что очень важно, обязать хотят делать такие полки не всех, а только крупные торговые сети с выручкой от 2 миллиардов рублей в год. Для чего это делается? Для того, чтобы поддержать производство в России, чтобы российских брендов появлялось больше и чтобы о российских брендах быстрее узнавали люди. На мой взгляд, это вообще очень классная история, и это все нужно было делать еще лет 10 назад. Это прям очень круто. Созданы почтоматы для доставки продуктов дронами. Ну что, я вас поздравляю, будущее наступило. И вообще классно, что мы с вами живем в то время, когда можем наблюдать такое стремительное развитие технологий. Например, сейчас посылку из Москвы в мой город, а это тысячи километров, можно получить примерно за сутки. Я, кстати, вспомнил Иннополис. Да, кстати, мы совсем недавно были в Иннополисе. Вот я не знаю, как правильно, Иннополис или Эннополис. Вот не знаю, куда ударение произошло. Я всегда был Иннополис. Ну да, я тоже. Этот город находится рядом с Казани, и это такой город, где тестируются разные российские технологии. То есть, ну, по названию понятно, что этот город инноваций. Так вот, там этих роботов и доставщиков полно. Они там еду разводят, ну, то есть их там прям встретить можно на каждом шагу. И они такие милые. И мы видели, даже сняли на камеру, как они по пешеходному переходу переезжают дорогу. Но там, кстати, только наземные летающих нет. Да, но я думаю, что они там потом появятся, летающие тоже. И, кстати, очень забавно то, что в этом инновационном городе кафе практически нигде, где мы были, нельзя оплатить заказ картой. То есть, такая ирония, получается, город инноваций, а терминалов нет. Вообще, Иннополис неоднозначный город. Это не прям город будущего, который мы представляем себе на картинке. Там, ну, много вопросов вызывает. Ну, да, там есть нюансы. То есть, ожидание и реальность немножко как бы инновационной технологии и не инновационные люди. Вот как-то такое, мне кажется. У меня даже есть фотография, которая хорошо его описывает. Мы ее сейчас поставим. Да. Кстати, если вам интересно узнать больше про Иннополис, пишите в комментариях. У меня есть контент немножечко. Я там фоточки делала, когда мы туда ездили. Я могу вам про этот город побольше рассказать. Юрист объяснил, как пожарить шашлык и избежать штрафа. Майские праздники шашлыки – это, мне кажется, вообще синонимы. И мы думали, какой стороны подойти к шашлычной теме. Можно было бы рассказать, как выбрать мясо или какой маринад лучше всего использовать. Но я думаю, что вы и так все это знаете прекрасно. У вас уже точно есть лучший, самый замечательный рецепт шашлыка. Ну и наш канал тоже вы смотрите уже 4 года, и мы тоже про шашлыки много рассказывали. А вот как пожарить шашлык и не нарваться на штраф – это тема очень интересная. Мне кажется, очень важная, потому что у нас люди с безопасностью не сильно заморачиваются. А потом бывают всякие разные неприятные истории. Ну да, просто запомните, как нужно жарить шашлык. Если в регионе, то есть в месте жарки, объявлен противопожарный режим, то жарить мясо нельзя вообще, вот никак. И также жарить нельзя при сильном ветре от 10 метров в секунду. Вообще есть два метода жарки – на открытом огне и на мангале. Или в жаровне, ну то есть в какой-то закрытой емкости. Про открытый огонь мы, ну вот ладно, скажем. У нас просто люди не жарят на открытом огне, но очень редко. На открытом огне можно жарить не менее чем за 50 метров от любых построек. Но так как у нас чаще всего люди все-таки на мангалах шашлык готовят, поэтому про них чуть подробнее. На мангале можно жарить не менее чем за 5 метров от любых построек. При этом вокруг мангала должна быть зона радиуса на 2 метра, где нет мусора и горючих материалов. Вот этим, кстати, у нас, я по своему опыту говорю, мне кажется, больше всего пренебрегают. Потому что зачастую бывает такое, что, например, средства для розжига польют на угле и поставят прямо рядом с мангалом. Или принесут кучу щепки. А не рядом с мангалом, а вот на эту вот полочку внизу. Вот мангал, да. Или принесут кучу щепки, там части положат в мангал, и опять же кучку сложат рядом. Все рядом, да, все рядом. Да-да-да, мне кажется, все пренебрегают, в том числе ими, наверное, тоже. Да, конечно. Меня здесь больше всего, на самом деле, пугает больше пожар, чем штраф. Но штрафы тут тоже достаточно большие, от 5 до 50 тысяч рублей, в зависимости от ущерба. А в некоторых случаях может даже быть и уголовная ответственность. Учитывая, что у нас канал про отравление... Ты вспомнил что-то опять? Каждый новостной выпуск мы вспоминаем, как мы что-то переели или чего-то отравились. Я вот вспомнил, ну, естественно, учитывая, что шашлычная тема, я вспомнил, как на прошлые майские праздники чем-то отравился. Но это точно был не шашлычок. Шашлык не мог. Шашлык вообще не может отравить, поэтому, скорее всего, это были фрукты или, наверное, какой-то салат. Я вот прекрасно помню, как на второй день шашлычки лежат передо мной. Манят. Я их вижу, чувствую запах, а есть вообще не могут, потому что мне очень плохо. Я помню, ты такой бедненький, хорошенький лежал, вообще мне тогда было жалко. Я тебя отправила, по-моему, полисорбом, помнишь, да? Да, конечно, помню, потому что я помню, как я позавтракал и пообедал полисорбом, а потом, потому что, ну, больше ничего, просто водичку попил, вот, и ужинал я уже нормально шашлычком. Друзья, я вам желаю соблюдать правила безопасности, и пусть ваши шашлыки пройдут без приключений и без отравлений. Студент из Южной Кореи съел банан, который был частью инсталляции. Сейчас в Сеуле проходит выставка современного искусства, и у итальянского художника Маурицо Котелана был экспонат в виде приклеенного к стене скотчем банана. Вот так вот он выглядит. Ну, значит, мимо проходил голодный студент, как обычно, он его оторвал, съел и кожушку приклеил обратно. Музеи, кстати, не расстроились, они не стали его штрафовать, дугать или еще что-то. Они сказали, что и так каждые два дня меняют банан на свежий, ну, потому что если не имеет, то он протухнет и будет не очень вкусным пахом. Мне кажется, кожурку можно было оставить, потому что это же музей современного искусства, и кожурка от съеденного банана выглядит концептуальнее, чем целый банан. Кожурка выглядит слишком концептуально. Производитель майонеза Слобода выкупит созданный Юни Лива бренд Маргарина Пышка. Так, в этой новости я прочитал, что компания намерена продвигать продукт в премиальном сегменте, как здоровую альтернативную животному жираму. Но для этого ей придется побороть сложившийся в России негативный образ Маргарина. Да, вот, кстати, помните, в 90-е, в 2000-е годы по телеку постоянно крутили рекламу Маргарина? Помнишь? Ты помнишь? Да. Если помните, напишите в комментариях. Как он назывался-то? Вроде Рама. Вроде, да, вроде Рама, но мне кажется, все какие-то были. У нас в России вообще считается, что сливочное масло лучше и качественнее, чем маргарин. Ну, маргарин стоит сильно дешевле. Вот, например, мы сравнивали пачку масла 180 грамм, 72,5% жирности в магазине стоит 200 рублей. А пачка маргарина такого же веса будет стоить, там, 30-40. И вообще, чем отличается масло от маргарина? Масло делается, как вы знаете, из сливок, то есть из животных жиров, а маргарин делается из растительных жиров. И производители в промышленных масштабах чаще используют именно маргарин. Почему? Потому что он дешевле, потому что выпечка с ним ведет себя более стабильно, то есть она получается более пышной. И ее можно дольше хранить. И у нас в России, да, правда, сложился такой негативный образ маргарина. Я и сама, если покупаю какую-то выпечку в магазине или в пекарне, я всегда беру ту, в составе которой есть сливочное масло, а не маргарин. Я сейчас вспомнил, как в начале нашей с тобой семейной жизни ты попросила меня в магазине купить масло. Я подошел в молочный отдел, где лежит, собственно, все масло. Учитывая, что я в нем в тот момент не разбирался. Кажется, я помню, да. Да. Я думаю, ну что, надо взять, наверное. Почитал там, что написано везде масло, сливочное масло. Я думаю, ну надо взять просто, которое дешевле. Скорее всего, это все одинаковое. Тебя ничего не смутило, да, там, разница? Смотрю, одно там стоит, ну там в районе, на тот момент это было типа 100 рублей. Да, да, да. А маргарин, ну там было, кстати, написано спред. Я думаю, ну, наверное, одно и то же. Они же рядом, я взял этот спред, который стоил на тот момент рублей 20. Раньше же не было вот этих разных полок, оно же лежало все вместе. Да, да, оно прям вот в перемешку все лежало. Вот, я взял, пришел домой, помню, как ты меня засмеяла, что я взял совершенно не то, что это спред. И с того момента я помню, что спред – это не масло. Отправил мужика в магазин одного. Поэтому, да, работать над позитивным образом маргарина придется. И это сделать, мне кажется, очень сложно. А вот интересно, кстати, почему у нас в России альтернативное молоко, оно прям зашло. То есть у нас в кофейнях всякие там напитки на альтернативном молоке, на кокосном, миндальном, еще каком-то банановом, что там еще есть. И, допустим, в супермаркете это молоко, оно стоит сильно дороже, чем коровье. А что с маслом-то не так? Они же тоже могут сказать, что вот у нас есть альтернативное масло. Мне кажется, просто надо взять и поменять ценник на маргарин. Вот в качестве эксперимента. Сделать его сильно дороже, чем обычное масло. И тут же оно станет модным, популярным. Кстати, да, возможно, это сработает, и правда. МВД согласилась с продажей пива на стадионах. У нас в стране с 2005 года алкогольных стадионах не продавали. Никакой, ни пива, ничего-то еще там другого. Но 10 января в этом году... То есть на мой день рождения? Да. Подарочек. Да, Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии этих ограничений. Соответственно, есть риски, что скоро пиво на стадионах опять начнут продавать. В смысле риск? Ну, потому что мне кажется, что это не очень хорошая идея. Так и должно быть. Это развлекательное мероприятие. И люди после тяжелой рабочей недели приходят поболеть за свою любимую команду. Отдохнуть. И одна-две бутылки пива. Понятное дело, что через мерное употребление это все очень плохо. И нужно дозировать. Но выпив одну бутылку пива, расслабившись, и активно поболев за свою команду, здесь получается плюс и для болельщиков, и для стадионов, которые на этом будут сильно больше зарабатывать. А почему без пива нельзя поболеть? Мы вот были на чемпионате мира, когда наши, с кем играли? Не помнишь? Не помню. В Таранск, короче, мы ездили, мне понравилось. Были трезвые, веселые болельщики, все прекрасно. Мне кажется, что когда пива начнут продавать, и будут пьяные, не очень культурные люди, драки, и вот это все такое. Зачем это нужно? Ну, во-первых, это вопрос культуры, которую надо развивать, и это придет со временем. А плюс еще ко всему, хотят же эту всю историю внедрить вместе с паспортом болельщика. Я не знаю, сейчас паспорт болельщик полностью работает или нет, но хотят внедрить именно тогда, когда будет он работать полностью. А, соответственно, всех нарушителей с паспортом болельщика будет выявить сильно проще. И, наверное, будут какие-то на них накладываться большие санкции. То есть, если человек выпил и плохо себя повел, то его просто на следующий матч могут не пустить. Мне кажется, даже не на следующий матч, а вообще, может, будет исчисляться сезонами, может, пожизненные вообще баны будут. Смотря сколько выпил. Ну, в общем, в любом случае, будет легко выявить этого человека, и, наверное, люди тоже лишний раз будут додумываться, стоит ли им тебя плохо вести. А, может быть, лучше прийти на матч и просто поболеть активно. Без пива. С пивом. Короче, я против. Мне нравится, что пиво не продают на студионах. Женя, вот за, да? Ты за? Я за. Ну, вообще, я просто и не испытывал таких эмоций. Видишь, запрета наложили в 2005 году. В 2005 году у меня было 15 лет. А, значит, ты не пробовал? Эмоции, драки и все такое. Но болельщиков там выкидывают очень надолго. Если они нарушают правила? Да, да, да. То есть там, ну, и пожизненные баны встречаются часто. Если ты напился, пошел, подрался, все, тебя больше на арену не пустят. Именно на эту, а может быть и во всей лиге, во все 30. Короче, нужны жесткие правила. В общем, я все равно против, Женя за, а вы напишите в комментариях, как вы считаете, нужно ли возобновлять продажу пива на студионах. 15 мая 2023 года квас, морс и соки начнут маркировать. Но мы про маркировку уже много раз говорили в предыдущих выпусках. Это классная история. Она позволяет отследить путь товара от производителя до конечного потребителя. А это защищает нас и от подделок, и от просрочки. Маркировка кваса, соков и морсов пока что будет вестись в тестовом режиме. Потестят, посмотрят, нужно ли это вводить уже в обязательном порядке. Но я считаю, что да. Это очень-очень круто. Медгала 2023. Чем кормили Марго Робби, Ирину Шейк и других гостей на званом ужине? Вы же все видели звезд в очень странных нарядах. Вот, например, над картинкой кота. Это как раз и есть Медгала. Медгала – это ежегодный благотворительный бал. Института костюма музея Метрополитен. Или Метрополитен, не знаю, как правильно. Очень значимое событие в мире моды. Он собирает много миллионов денег ежегодно. Все звезды хотят туда попасть. И, в принципе, на эти деньги и живет этот самый институт костюма. То есть на пожертвования. А что этот институт костюма вообще делает? Для чего он нужен? Честно, я вот не могу тебе так ответить на этот вопрос, потому что я пыталась найти в интернете, ну, прям, чтобы было расписано, что конкретно, о чем конкретно занимается институт костюма. Спросила у знакомых стилистов, но они такие, а что это вообще такое? Поэтому, насколько я понимаю, он сохраняет историю костюма. Им руководит Анна Винтур, это главный редактор американского ВОК. Она, я думаю, без цели и без пользы для истории этот институт костюма создавать бы не стала. Так а что они в итоге ели? Значит, ужин был посвящен Карлу Лагерфельду, и в угощениях используются его любимые блюда и ингредиенты. Например, значит, их кормили охлажденным весенним горохом-супом с молодыми овощами, лимонным крем-фрешем и королевским лососем с овощной начинкой. Вот как-то так. Мне кажется, это очень вкусно звучит. Меня вот заинтересовал трюфельный снежок, я здесь увидела. Ты его не проговорила. Я просто не знаю, что такое трюфельный снежок. Для меня снежок – это вот этот напиток кисломолочный, на котором снежок написано. Но здесь явно что-то другое они имели в виду. Семья кормит на своем балконе диких поршунов. Значит, семья из Екатеринбурга кормила зимой птичек. Они решили, как мы, повесить просто за окно кормушку обычную. Там насыпали семечек, повесили сало. И, значит, вместе с синячками и воробьями туда стали прилетать коршуны. Опять наш любимый креативный Екатеринбург. Да-да-да. И потом коршун они увидели и стали их кормить уже специально. Они говорят, что они давали им курицу и говядину. Это тот случай, когда коршуни едят лучше, чем ты. Прикольно, мне нравится. Я бы тоже хотел, чтобы к нам на кормушку прилетали какие-нибудь дикие хищные птицы. Ну, во-первых, у нас этаж, наверное, низкий. Мы на втором этаже живем, а там наверняка какой-то высокий был этаж, наверное. И, во-вторых, мне кажется, нашей кошке не сильно понравится коршун. Ну, не знаю. Она у нас хищница, и я думаю, что она бы с ним... Ну, по крайней мере, она бы затаилась, вот этот любимый ее... Звук охотницы. Мне кажется, просто коршун больше к нашей кошке, он бы ее унес легко. Украл. Я уверен, что она так точно не считает. Стало известно, почему в самолете дают томатный сок. В одной немецкой авиакомпании провели эксперимент и выяснили, что, оказывается, томатный сок в полете при условиях определенной высоты, влажности и давления становятся еще вкуснее, чем на земле. У него повышается кислотность и появляется такая легкая минерализация. Вот такие дела. А ты, кстати, вообще помнишь, что к нам в полете предлагали томатный сок? Да, да, помню, конечно. Томатный... Вообще предлагали чай-кофе, вода с газом без и вот из соков томатный или апельсиновый. Это не в победе было явно, да? Определенно точно. Вообще я обычно все время беру чай с лимоном. Вот в этот раз мне прям захотелось попробовать томатный сок. Надо в следующий раз в полете взять томатный сок. Причем надо его выпить на земле, сравнить, а потом в полете попробовать, станет он вкуснее или нет. День кондитера в России отмечается 3 мая. Значит, еще в Советском Союзе 3 мая 1932 года был открыт Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Он изучал рецептуры, сырье, технологии производства, топтиков, пироженок и вот этого всего конфеток. И поэтому сегодня, именно в этот день, 3 мая, мы отмечаем в России День кондитера. Институт, кстати, работает до сих пор. Поздравляем всех кондитеров с профессиональным праздником. Вы делаете нашу жизнь сладкой. Сладкой мы любим и вас мы тоже любим. Большое спасибо. Это все новости на сегодня. Желаем вам прекрасной новой недели. Большую часть из которой вы все будете отдыхать. Да, это просто замечательно. В общем, хороших вам выходных, хороших, коротких рабочих дней. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok